всем привет вы на канале дропс изи и сегодня продолжим рассматривать компанию а леву прошлой части мы узнали что такое а лео чем они занимаются какую платформу они строят просто сейчас напомню что они базируются по конфиденциальности в приложении вип 3 технологии сохранения конфиденциальности изменяет то как мы видим и используем наши данные вместо того чтобы отказываться от контроля над вашими личными данными вип-сервисы будут рассуждать об этом фактически не видя их вип-службам больше не нужно будет хранить конфиденциальные данные и они вернут свою работу пользователю таким образом не пользователь не поставщик услуг не будут знать больше чем должны а контроль над личными данными останется за пользователем этот подход переосмысливает как гарантии конфиденциальности предлагаемые сервисами так и то как пользователи думают о своих данных это парадигма коренным образом изменит работу интернета так как нам еще предстоит увидеть в отличие от сегодняшних вип-технологий криптография с нулевым разглашением предоставляет собой безопасную совместимую и справедливую основу для интернета новые вип-стандарты основанные на этой технологии предлагают пользователям выбор и смягчают последствия утечек данных например вместо того чтобы рисковать утечкой пароля пользователя теперь пользователи могут хешировать свой пароль на устройстве даже не отправляя свой пароль какой-либо вип-службе это не только позволяет хранить пользовательские данные на устройстве но и снижает накладные расходы на управление доступом и облегчают юридическую ответственность которую сегодня должны нести вип-сервисы во вторых это нулевое разглашение делает вип-сервисы совместимыми например сегодня брокерские конторы не только узнают полную историю транзакций пользователя но и узнают когда пользователь совершает сделку доступ к этим данным позволяет брокерским компаниям продавать ценную информацию третьим сторонам отказываясь от обслуживания определенных пользователей и даже опережать своих пользователей на бирже это серьезная и не решает нерешенная проблема пользователи не должны надеяться что их брокерская компания ведет себя честно а регулирующие органы должны иметь доказательства того что брокерские компании придерживаются их стандартам третьих это отсутствие разглашения делает вип-сервисы частными вип-службы не должны обладать данными пользователей чтобы предоставлять ценный опыт пользователи должны иметь возможность взаимодействовать с вип-сервисами без доступа к своей личной информации например если и брокерская компания не может узнать данные своих пользователей они не могут нацеливаться ни на одного пользователя будь то отказ в обслуживании или предложение несправедливой цены выбор передачи данных должен быть сделан пользователями это всего лишь пример того что строит компания аллео следующий шаг для вип-разработчиков аллео определяет новый стандарт для интернета он использует радикально новый подход к безопасности конфиденциальности и владению данными пользователям больше не нужно жертвовать информации которую они никогда не смогут вернуть а вип-сервисам больше не нужно рисковать компрометации данных своих пользователей чтобы писать частные приложения на аллео интуитивно и легко компания создала лео это первый язык программирования для формально проверенных приложений с нулевыми разглашениями лео гарантирует что данные пользователей по умолчанию являются конфиденциальными и беспрепятственно работают в интернете вип-разработчик публикует свою работу в аллео пакетж менеджер то есть сокращенно пм реестре который свободно размещается и распространяет часто используемый код с помощью аллео пм разработчики могут быстро импортировать пакеты для сборки нового вип-приложений сегодня компания выпускает новую функцию teams позволяющую разработчикам работать вместе довольно интересная компания которая может действительно улучшить текущую ситуацию будущую в приложениях вип-3 и сохранить наши конфиденциальные данные ну а на этом обзор закончим всем спасибо за внимание всем пока